всем доброй ночи итак дорогие друзья я думаю что каждый из вас хотя бы раз в жизни смотрел мультфильм золотая антилопа но мало кто знает что практически любой любой мультфильм любая сказка любая легенда она основана на древних поверьях из жизни древних сил богов духов вот золотая антилопа точно также взяты из народного фольклора индии и в итоге превратилась в такую интересную сказку для детей а после и мультфильм и так на самом деле дорогие друзья индусы считали что в облике золотой антилопы ходит сама богиня лакшми богиня дарующая богатство имущество шедрой рукой говорили что те которые поклоняются ей то почитает лакшми никогда не будут знать нужды так уж было заведено у нее что путешествовала богини иногда одна иногда в сопровождении своей близкой подруги сарасвати который дает вдохновение человеку через которую он может заработать себе на жизни получить богатство мира но чаще всего в определенные дни в дни своего праздника почитание она ходила одна и чтобы люди не узнали ее она оборачивалась в антилопу золотую антилопу и однажды она подошла к дому рыбака и услышала такой разговор жена рыбака очень горько рыдала и причитала и она поняла что у этих бедных людей нет денег и завтра слуги раджи заберут их сына в рабство вместо того долга который они не могут ему выплатить тогда она вошла в их бедную хижину и сказала что она им обязательно поможет потому что знает что рыбак честный человек и всю жизнь своим трудом зарабатывал ни у кого ничего не отбирал а значит заслуживает ее помощи и стала нам быть бить копытцем по земле и оттуда выскакивала золото рыбак и его жена обезумев от счастья собрали целый мешок золота поблагодарили богиню на следующий день отдали долг радже а после построили себе дома разбогатели и после этого начали сами помогать бедным людям и вот узнав об этом люди стали заманивать золотую антилопу стали просить богиню лакшми прийти к ним в гости и дабы напомнить ей о том что она когда-то копытцем обернувшись антилопой добила деньги и из земли и то есть золотые монеты чтобы напомнить о том что они тоже нуждаются и просит ее помощи завелась такая традиция брали кость коровы у меня есть копытца антилопы но я не буду использовать я сделаю как вам велю коровью кость и ударяли этой костью по по земле или по по полу где они стояли тем самым призывая и прося помощи у богини лакшми это сохранилась в основном у жителей калькутты северной индии вот эта традиция я дополнила эту традицию своим ритуалом призывом золотой антилопы и дарю вам этот ритуал который уже несколько раз скажем так по крайней мере в моей памяти был уже испытан и дал свой результат берете кости обязательно корове кость то есть говяжья кость желательно кость ноги изображайте на нем виде восьмерки бесконечность и стрелу которые между этой бесконечности то есть отправляется мольба просьба к силам к богам наверх через силу бесконечности и символ солнца которые древние арии считали символом благополучия и богатства изображайте на этой кости вот этот символ если он сотрется можно его как бы по новой изобразить и каждый раз когда вы нуждаетесь в деньгах можете скажем так первый раз призвать эту силу алтарем алтарь должен быть притягательный для денег он должен состоять из золота и серебра из дорогих камней все это желательно чтобы было на материале то есть на шкуре животном или шубе потому что разные есть разного типа обработанная шкура животного до иногда просто шкура сделаны так красиво обработаны иногда шуба животного то есть как можно больше символов богатства и и статуи можно держать дома статуи лакшми можно держать ее называют индуистской фортуной первый раз призвать алтарем потом вытаскивать эту кость бить этой костью или по столу или по полу это не имеет такого большого значения это символически просто делается и просить теми же словами раз в месяц снова обновлять алтарь чтобы призвать этот дух то есть усилить активизировать все что сделано и снова по новой всегда когда вам нужна сумма денег призвать эту силу за короткое время эта сумма у вас будет вы знаете что мои ритуалы все работы для тех людей которые их совершают сегодня я одну гениальную вещь прочитала под роликом золотой источник или денежный источник да извиняюсь женщина написала скажите пожалуйста а это нам самим надо делать или достаточно посмотреть мне хотелось у него спросить как же ты до такого возраста дожила без мозга вот как это вообще происходит такой феномен интересный все пытаюсь разгадать эту великую тайну как могут люди жить без мозгов до такого возраста и вы удивляетесь почему в этом мире происходит такая чистка просто генеральная чистка потому что есть люди есть люди удобрения понимаете ну ну не должны такие просто засорять воздух пойдемте дальше и они хотят счастья здоровья удачи благополучия чтобы вы только вдумайтесь вопрос что там было сказано и ведь таких же много к сожалению алтарь должен соответствовать божество которое вы призываете это уважение к силе я стараюсь не повторяться в своих алтарях даже украшение основное количество пытаюсь другими заменить это уважение к силе дорогие друзья не призывают денежную силу банками склянками этими крышками из банок но не призывают никакую силу так не призывают сила нуждается в уважении если вы не уважаете эту силу она вам ничего не даст если вы элементарно не желаете даже красиво призвать то есть показать вы понимаете что каждая сила каждое божество каждый дух это можно сказать вселенского масштаба просто энергия и это повелители судеб человека и от них зависит наша судьба во многом зависит вы представьте что вы царя встречаете с бутылками банками с крышками до крышку на крышках держите свечи перед ним и так далее вы лишитесь головы точно так же силы это повелители судьбы человека это повелители судеб и встречая их чествую их прося у них о помощи точно так же мы должны их приветствовать достойно то есть достойно встречать достойно просить достойно откупаться и так далее это горный хрусталь и это как мне привезено подарок нет тоже горный хрусталь кристаллы и это моя слабость они очень помогают очень многие справляют наши жизни это такое вот сверкающие солнце это африканский цитрин это тоже цитрин немного мутный и так начнем это аметрин так сначала покажу вам это розовый кварц персидского типа лунный камень аметрин вот это то самое черное или синие авантюрин гематит грохтопаз грохтопаз мы еще вернемся в скором времени начнем читать нужно три раза о прекрасное среди прекрасных и милосердное средь милосердных ом шрим хрим маха лакшмияи намаха ом лакшми виган шри камала тхариган сваха я приветствую я приветствую тебя всемогущая и шедрая матерь посети мой дом золотой антилопой пусть антилопа копытом бьет и в моем доме богатство соберет награда меня из твоих из твоих шедрот давно уже ждет благослови мой род на богатую жизнь бей копытом золотая антилопа да озолотится моей жизни дорога сила богини лакшми тебе намаха услышь и исполни мои сундуки богатством наполни один один удар копытцем и золото дождем прольется второй удар копытцем и удача мне улыбнется третий удар копытцем и счастье двери предо мной откроет меня богатство крылом накроет золото сыпайся алмаз украшай мои руки деньги окружите меня шелк и сукно окутайте тело я так просила и захотела золотой антилопа волшебная копытца силой мата лакшми с повеления вишну богатая доля удел мой и судьба я заслужила раз заслужила то получила истину глаголю богатая сила отпускайся на волю и сокровищ богов а золотить меня боги желают наказ их таков так тому и быть богам в славе а мне в достатке жить истинно истинно так заклято проведите этот ритуал и как только у вас начнутся денежные вливания отнесите ей красное вино и красный цветок желательно розу и оставьте возле рек потому что она покровительствует также и рекам потом она передала это покровительство своей подруге любимице сарасвати ее изображают на лебеди белой лебеди но она тоже покровительствует поскольку вода это бесконечность и шедрость оставьте возле водных значит возле вод возле реки возле пруда и так далее вот этот красный цветок вылейте немного вина воду остальное поставьте рядом и скажите откупаюсь за шедрость мата лакшми и за ее дух антилопы и уходите испробуйте потому что многие говорят что например им подходит очень индуистские ритуалы значит кровь тянет значит генетически чем-то они что-то у них есть общее с индусами может быть или с восточными народами ну как бы там не было мне некоторые написали что например открой двери Ганеша им помог очень быстро купить квартиру многие мне говорили это не первый случай и не второй испробуйте все ритуалы каждый из них подходит кому-либо есть люди которые счастливчики такие любимчики судьбы и им подходят все ритуалы как бы там ни было испробуйте все всем удачи вы вы вы